Киберспорт Киберспорт В России и Владивостоке Киберспорт только начинает свой путь Мой проект получается Это развитие киберспорта на Владивостоке Проект Сиберпро Гейминг Занимаемся организацией турниров Но цель была Достичь западного и европейского уровня По масштабу киберспорта Однако Алексей вышел За рамки формата киберсоревнований Символом культуры гиков Современной молодежи Увлеченной компьютерными играми, комиксами Стал американский фестиваль Комик-кон Там объявляют анонсы новых игр Комиксов и сериалов Приглашают косплееров, ряженую молодежь Затем в России появилась игромания А во Владивостоке фестиваль Алексея Sunrise Open У нас было 5 основных дисциплин По киберспорту 3 дополнительных дисциплины Дальше у нас была ярмарка Гекстафа, это у нас была комикс-лавка Косплей-фестиваль То есть у нас были персонажи Передеты в героя своих любимых игр Ни один киберфестиваль не обходится Без косплееров Мир компьютерных игр и комиксов Настолько захватывает этих ребят Что они решаются примерить на себя Образ любимого персонажа Свои костюмы по образу персонажей Компьютерных игр девушки делали сами Подбирали подходящую ткань Шили на глаз Даже свою амуницию, кроме защиты на руки Надежда делала сама Из листового пластика Смотришь на картинку Смотришь, что у тебя получается И доводишь до состояния более-менее похожего Так как у меня образования нет Я никогда не занималась дизайном Рисую довольно плохо То есть все так, чисто интуитивно Доводится до состояния нужного Книжки с картинками не только для детей Неотъемлемой частью современной культуры Стали комиксы Тот случай, когда хочется узнать О любимых персонажах чуточку побольше Александр и Ольга стали участниками фестиваля Sunrise Open Как комикс-лавка Убежище 14 Ребята распространяют комиксы через социальные сети Воспринимают это скорее как хобби Нежели как бизнес Для Владивостока это в новинку Как и для России В принципе вся гиковская культура Но отрицать эту тенденцию невозможно Всегда есть понятие какой-то моды И популярного движения Это поп-культура И это сейчас актуально Модно Ну как было модно Ходить на лекции, читать книги Сейчас модно читать комиксы Современная мода Это и киберспорт, и сериалы, и косплей Вообще все гиковское Увлечение фантазийным миром Далеким от реальности В конечном счете Это не так уж плохо Увлекаться чем-либо Пускай даже это Раскрашенные истории Из жизни российского зэка Супергероя Анастасия Рошенко Олег Буймистру Панорама Олег Буймистру Олег Буймистру Олег Буймистру